Итак, коучинговые образовательные модели, как пробуждающие методики в школе и дома. И я Ирина Анянова, практикующая учитель в коучинге, с большим педагогическим стазом работаю, который работает не в коучинговом подходе, а в рамках компетентностного подхода в коучинге. То есть я учитель в коучинге. И вот с этих позиций я хотела бы поделиться своим опытом в наработке коучинговых образовательных моделей. Все модели разработаны на основе концепции обучения профессиональному коучингу Ольги Рыбиной, коуч уровня МССС, вдохновителей и основателей АСП-центра. И что такое для меня пробуждающие методики? Пробуждающие методики – это те методики, я их называю еще «фитнес для мозга», в которых я взрослый, я учитель, понимаю, что в данном случае, заходя в класс, я не решаю задачу, а я работаю с человеком, с учеником, который будет решать эту задачу. И для меня, наверное, вот этот фокус на человека – это сейчас первоочередное в моей педагогической практике. Когда я воспринимаю ученика, ну не важно, ученика, учителя, как систему. Что значит как система? Ну и знакомое понятие, системный подход. То есть во коучинге «человек-система» мы рассматриваем с позиции такой. Ученик – это такая система, ну так скажем, в которой мыслит, в которой есть своя картина мира, и он по этому поводу всегда думает. Это тот человек, который чувствует, у него есть эмоции, чувства, ощущения, он живой. И при этом он действует. Совершает какие-то полигерические манеры, очень часто мне непонятные как учителя, но тем не менее я принимаю это как и есть, не конфликтурую, не вступаю в различные интеллекты, принимаю как факт безоценочно и беру это в работу. Но я беру в работу не задачу, а человек. И поэтому вот для меня пробуждающие методики – это те методики, которые вводят в мозг другого человека. Без советов, без оценок, без рекомендаций, без команд, с опорой на факты и вообще с пониманием ценности, что передо мной человек мог бег со своей картиной мира, своими мыслями, чувствами и действиями. И вот так целостно коучинговые все образовательные методики, как пробуждающие, образовательные модели, как пробуждающие методики, они выходят в позиции. Основа моделей, основа моделей, которые, ну, рождают эти пробуждающие методики, она очень простая. Это все модели, которые построены на рефлексии и стимулировании осознанности. Что такое рефлексия? В моем понимании учителя-коуча. Это обязательно те вопросы рефлексивные, которые приглашают ученика в диалог, в полилогу, то есть они открывают мозги, вот организуют этот мозговый штурм. Это вопросы, которые позволяют организовать исследования, эксперимент и стимулирование осознанности. Это навыковые вещи. Когда мы понимаем, у ученика понимает, что он берет в работу, так он это будет интегрировать в своей жизни. И что ему это дает сейчас? Его мысли, ему чувства, его поведение, его поступка. И вот такой фитнес-мозг я для себя организовала, и вот уже два года так работаю. И для меня фитнес-мозг, пробуждающий методики, как основа образовательных коучинговых моделей, это все-таки сочетание рационального и эмоционального, рациональных и эмоциональных постановок задач. Когда описание цели и задачи идет вот в двух руслах, не только рациональным, но и эмоциональным. Когда мы говорим не только о настоящем, но и о будущем, сейчас я на практике вам это покажу, что вообще я глубоко убедена, что наш мозг сам себе режиссер и всегда может другого человека, чужое воспринимает как опасное, поэтому пробуждающая методика, которая, ну, так дословно говоря, будет в твоей мозге. За счет того, что я не директивна. У меня только открытые вопросы в данный момент для тебя. За счет того, что я безоценична. Есть много ресурсов и способов договориться, а не конфликтовать. Поэтому все, что ты говоришь, я принимаю как факт. Это не значит, что я с тобой согласилась. Но при этом я принимаю как факт, и мы за счет открытого вопроса берем это в работу. И тогда может другого человека начать работать в обратной школе. О, мне не страшно, это про меня, это обо мне. И здесь я себе режиссирую свое учебное событие. Часть учебного события, потому что невозможно учителю все, весь день быть только не директивным. Есть некоторые позиции, тип уроков, где нужен директивный стиль общения. На самом деле это достаточно хорошо. Но мое выступление, оно направлено на образовательные модели как пробуждающие методики. Итак, модели, я вам приведу одну модель. Учебная история, она называется. Выстроена она благодаря Наталье Гульчевской, в том числе, Вилли Бейденцу. Когда я работаю как учитель в еду с краммы, там вот учебная история, ну это такое хорошее событие. И модель учебная история. Образовательная поучинговая модель. Ученик всегда приходит на урок с какой-то историей. Любая тема для него это история. И поэтому вопросы, которые задаются учителям рефлексивно и пробуждают мозг ребенка, это вопросы. Что хочу и почему мне важно? Ну, ребенок это стоит. Как это выглядит? Сразу же идет, вы видите, вопрос из настоящего, что ты хочешь и почему это важно сейчас. И как это выглядит? Сразу идет заход в будущее. Визуализация в будущее. Критерии. Как пойму, что я этого достиг? Ну, если учитель задает, как поймешь, что ты этого достиг? И задайте, что для этого будешь делать? Или что для этого я буду делать? Ну, это была одна история. И тогда эта модель, это модель, учебная история, она рабочая во всех моментах, но она не зевая. Если мы понимаем, что здесь заложены только мысли и действия человека, а я сразу зашла с той позиции, что пробуждающая методика, это та методика, которую воспринимает ученика как целостную систему, системный подход к педагогической деятельности. И поэтому мы добавляем вопросы из позиции ученик системы. Что ты чувствуешь в бред? Какие эмоции дает тебе вот это для решения? Что думаешь по этому поводу, испытывая эти эмоции? Какие эмоции сейчас? И что тебе это дает? И вот такая вот варианция в модели различных вопросов рефлексивного плана и стимулирующего плана. Они, проще говоря, если вы не занимаетесь коучингом, а только вот пришли, чтобы посмотреть, как работает модель. Я, кстати, вас не спросила, коучи вы или нет. Ну, не важно. Мы все люди. И если вы здесь, значит, вам коучинг интересен. Либо вы его применяете, либо вы интересуетесь этими позициями. А вот, на самом деле, очень удобная модель учебной истории, потому что вот эта вот позиция ученик системы, что ты чувствуешь при этом, какие эмоции это раздает, ощущения какие у тебя сейчас. Вы можете эти вопросы вставлять и в историю, и в критерии, и в задачи. Вот куда вам угодно. Модель, она всегда конструируется. То есть, какой вопрос чувствуете сейчас логичнее задать? Вот в этой учебной истории, и тут и с поедем. Ну, вот для меня вот эта вот модель учебной истории, она коучинговая модель, да, и в том числе из Витус Крам, у Вилли Пенденса, ну, мы как бы ее интегрировали вместе с коучингом, да. Вот такая гармоничная сегодня. И для меня вот эта модель, это пробовольная методика. Потому что здесь о мозге другого. А я для него своими вопросами безопасна. Почему у него модели, я уже второй год берусь на конференции этим. Потому что модель сегодня мне дает нейтральность. Я опираюсь на факты, которые говорит ученик, беру в работу эти факты. И вот эта нейтральность, неповключенность в ученическую историю, это его жизнь, позволяет мне вот, ну, такую позицию новичка в том числе занимать. Да, мне интересно все, что ты говоришь. Мне интересно все, что ты делаешь. Я вовлечена через свое любопытство в эту историю. Но это твоя история. Живи сам, а я поддержу. Осознанный выбор стиля модель дает. Потому что, я уже говорила, есть два стиля в моей практике. Директивный стиль и развивающий стиль. Обучение детей, воспитание детей. И поэтому когда-то я использую развивающий стиль. Когда я не учитель-советчик, я учитель-коучик, я учитель-картнер. Когда-то я использую, извините, директивный стиль. И тогда, и тогда, минимум, я буду использовать техники, алгоритмы, жесткие инструкции по правилам, ну и так далее. И буду задавать закрытые вопросы. Иначе директива, ну, директивный стиль управления, ну, приобретится во что-то другое. Я не смогу контролировать процесс. При помощи модели я могу управлять процессом. При помощи директивного стиля я могу контролировать процесс. Каждый учитель выбирает сам свою позицию. И на той конференции делилась позициями местного коучинга. Что коучинга должна быть вместе, в нужном месте, в нужном деле, в нужном количестве, с нужными людьми, в нужном качестве. И поэтому вот для меня сегодня, я работаю и в техниках, и работаю в моделях, в зависимости от того, какой стиль общения, обучения с учениками я выбираю. От задач урока, от мероприятий, тех, которые я провожу. Коллеги, если у вас возникают вопросы, вы можете писать сразу в чате. В чате видно очень хорошо. И отличие техники от модели, я вам привела, и на экране вы их видите, да, когда техника, она все-таки направлена на постановку решения задач. В основном это мир простых систем, мир хаотичных систем, где нужен какой-то лидер, который во всем этом хаосе куда-то двинет, и потом может раздиться инструкция жесткая. Частично у них сложных систем. Но здесь вы видите такие позиции педагогические, как линейность, наставничество, контроль, ответственность 50 на 50 за тот результат, который, и ту ответственность, которую берет на себя ученик, а за лидер инструкция. И модель, она направлена не на постановку решения задач, а на развитие того человека, кто будет решать эти задачи. И поэтому только вопросы закрытые на действие этому человеку неинтересны. А вся школа у нас направлена на обучение и воспитание в развивающей среде. Закон об образовании, одна из первых статей нашего закона, и для меня они не декоративные, и для меня это само жизнь. И поэтому вот модели, коучинговые образовательные модели, как пробуждающие методики, они, скорее всего, присущи миру запутанных систем, частично миру сложных систем и миру неопределенных систем, где нет жестких правов и ограничений, где есть гибкость и вариативность, где есть партнерство, равные-равные и тупицы. Где есть управление ответственностью и собственным процессом. Я очень часто спрашиваю, что про управление, про контроль понятно, а вот про управление ответственностью. Когда ребенку нравятся те цели, которые он принимает, те решения, которые он принимает, когда возникает мотивация при этом, неинтересная, либо неинтересная. Если интересная, я воросу верну, потому что мне мои цели нравятся, а я их привержена. Это не приверженность учителя, я привержен педагогическому труду. Эта история не про меня, а очень эта история про другого. И поэтому вот здесь, и тогда, когда мне моя цель нравится, я сматерила, мне интересно. Я могу задать себе разные вопросы, даже как я так это делаю. Тогда я управляю своей ответственностью, я точно это сделаю. И собственным прогрессом. О, у меня уже получается. Я двигаюсь. Ну, при этом я такие эмоции испытываю. Ну, вот такая вот коллеги позиция. Еще раз говорю, я не претендую ни на что. Но, тем не менее, представляю вот это вот облако смысла модели. Вы видите, что я здесь собрала то важное в образовательной модели, как пробуждающей методики, коучинговой модели, которые, мне кажется, определяют эти сущностные характеристики. Рассуа дружит с эмоцией. Зачем, для чего? Вместо вопроса за что. Знаете, ученики сейчас говорят, да за что мне все это? Вместо этого, зачем мне это? Для чего мне это? Для чего рождает вопроса что и как? Рождает вопросы теории, знаний и вопросы как. Что-то буду делать. Фокус всегда на три угла. Мысли, чувства, результаты. Это дает восприятие ребенка в этой модели как система. Движение, динамика, прозрачность. Это связано с прогрессом и ответственностью. Сотрудничество. Дарить тебе новые идеи. Не только ученику, но и учителю. И обучение через сотрудничество и прямую коммуникацию. Я могу продолжать продолжать этот ряд. Но, тем не менее, вот такое облако смысла я для себя определила. И сейчас я предлагаю вас вступить к такой работе. Если есть какие-то вопросы по этому куску, просто время ограничено. Что такое образовательная коучинговая модель и что такое пробуждающая методика. Потому что можете задать эти вопросы, но, еще раз говорю, презентация будет вам доступна. А вот сразу хочу показать. Вот она модель. Составлена благодаря Ольге Рыбиной, Наталье Гучевской и Вильбовне. Где есть учебная история и где есть понимание ученика системы. И это коучинг. Это коучинг. Это признание того, что каждый человек совершенен. Что каждому человеку своя жизнь. И куда бы он ушел, он уже там. Моя задача его поддержать. В его процессе обучения и воспитания. Вот такая у меня история. И я хочу предложить вам сегодня для работы небольшой пейс. Называется он «Отель Бойка». Это такая моя история, да? Отель Бойка, коллеги. И уже сейчас приглашаю вас писать в чате. Когда ученик на вопрос учителя, ну, любой вопрос по теории, или там «Почему ты это не сделал?» берет либо паузу, либо говорит «не знаю». Либо для меня это кейс. Но очевидно, это очевидно. Можно поставить, пойти традиционный путем и задать вечный педагогический вопрос. «Почему ты это не сделал?» «Почему ты не был учен?» «Почему ты вообще думаешь так?» и получить вечный ответ ученика. Паузу, либо паузу, переходящую в глубокую паузу, переходящую вниз в базу. Мы справились. Мы сейчас уже, зерки-то и не говорят, справились. Не знаем. И так далее можно поставить на «Успокоиться» и спросить другого. А можно воспринимать этот кейс как какую-то упущенную возможность, где в этом очевидном, он ничего не знает, поэтому молчит. Есть какое-то неочевидное, есть какой-то потенциал. Коучинг – это всегда потенциал. Не важно, в какой сфере образования, бизнес. И вот для меня учить это получил, и это прям принципиально, это в слове «не знаю» и в паузе, есть много-много чего такого, в чем кроется большой потенциал для ребенка. И это на самом деле про рефлексию и осознанность. И у меня к вам вопрос. Вот если ученик молчит на ваш вопрос, почему ты это не сделал, ну, например, и говорит «не знаю», какие вопросы или какие реакции у вас происходят, либо какие вопросы вы задаете, либо как вы реагируете. Уважаемые коллеги, прошу писать в чате, для того чтобы не понимать. И мы с вами сейчас будем с вами вместе моделировать эту историю, создавать модель. Модель, которая называется «пять двойка, переходящая в пятерку». Итак, ваша реакция, если ваш ученик говорит «не знаю», почему ты это не сделал, «не знаю». Ваша реакция, либо ваш вопрос, либо ваше действие. Реакция действия. Коллеги, предлагаю вам писать в чате. Тебе что-то мешало выполнить задание? Как вариант, Елена Анатольевна? Спасибо, Елена Анатольевна, мне осилие, что мы вдвоем с вами. Ну, чтобы время, коллеги, приглашаю вас к интерактивному взаимодействию, а где только вчера мы и так поставили, почему все вдвоем, говорит Елена Анатольевна. Как варианты, коллеги. И если это коллеги-коучинг, если это образовательная модель, в которой я воспринимаю человека, ученика, как ту систему, в которой есть много, много ресурсов, даже в его слове не знаю. А как это не знала Татьяна? Абсолютно. И это вот уже по-коучинговому. По-коучинговому. Либо Татьяна уже вступила в диалог. Спасибо, Татьяна, огромное. А как это не знаю? Когда я вместо двойки... И вот пошла наша образовательная модель. Когда вместо двойки я уточняю и комплектизирую язык ученика. А что значит не знаю про тебя? А как это не знаю? Коллеги еще какие-то варианты? Не знаю это про что. Ну, как вариант. И вот, ну, тогда предложу, спасибо, коллеги, кто откликнулся, свои варианты. Да? Если это модель. Ну, где я гибко, где я вариативно. Вот так вот он не знает. Если техника, жестко в технике, поставлю два, задам, 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 задам. Садись два, ну, как бы не знаешь, по факту. Если это коучинг, не знаю. И тогда я начинаю рефлексировать, приглашаю к рефлексии ученика. Не знаю это про что это тебя. Что дает тебе про я не знаю? Если ты не знаешь, как я узнал, в чем тебе поддержать сегодня, в этом незнании, в твоем незнании. От одно года до десяти, насколько твое поле незнания сегодня? Что ощущаешь сейчас? Как планируешь действовать дальше? И вот смотрите. Сейчас я сделала очень простую вещь, благодаря вам. Мы взяли традиционный кейс отель-бойка. Он очень технический. Отель-бойка. Действия учителя поставит два, потому что ученик говорит «не знаю». И есть, а вот можно второй вариант. Гибко, отходим на шаг. И думаем, если я помогу. Передо мной человек-система. А мысли чувствуют, действуют, насколько в тебе мира какая-то. И тогда я начинаю, вот он же со словом «не знаю» пришел, видеть в этом кубка сам. И забываю вопрос на рефлексию, что вы с вами сейчас сделали. А как это «не знаю» пишет Татьяна. И «не знаю» по простору для тебя. Что тебе дает «не знаю» сейчас, в дальний момент его как. Что при этом чувствуешь? Каким он сейчас чувствуешь? И что его тебе дают? Если ты не знаешь «я» как узнает концовок, чем я могу тебя поддержать? Скажи, пожалуйста, с чего начнешь? И вторая часть моего монолога в этой образовательной модели, она посвящена осознанности. Я осознаю, что сейчас я как ученик буду делать вот с этим незнанием. Я вам два варианта сразу показываю. Чисто педагогический, классический и педагогический, но очень хороший вариант. Модели на самом деле работают очень удобно, но для меня. Потому что я понимаю, что это пробуждающая методика. Я сейчас буду будить вас без другого, а мой нос будет расслаблен. И воспринимать нейтрально, по факту, без конфликтов и оценок. Сейчас я открою презентацию. Следующий, коллеги, вопрос. Вот такая моделька. Напишите, пожалуйста, плюс, ну, только, ну, откликнулась эта моделька. Опять бойка. Мы посмотрели в технике. Кстати, плюсик есть, ну, какой, да, откликается, можно, да, можно так, переделать технику в модели. На самом деле, если поставить и минус, я тоже буду рада. Вторая модель, почемучки или отключение бреда генератора. Очень часто вы можете слышать вопрос. Почему? Поэтому, если хотите, можно другого человека подпрячить. Запустить ли он бреда генератора? Задавайте вопрос. Почему кто-то не сделал? Почему кто-то не выполнил? Почему, ну, там, и другие истории. А что-то между действиями, да? И когда бреда генератора в голове другого человека заключается, в мозге заключается, они сопротивляются, а наш мозг, ну, я не буду о структурах мозга говорить, а зона починга, это вот трестронтальная кора, и вот все уходит вот сюда, вот сюда, назовет вам, зона недоверия, эмоциональный интеллект, это вот эти вот вещи, структуру знаний, структуру решений, эмоциональный, вот здесь находится, да, а мне вот сюда, если я учитель-коуч, учитель-поттер, предфронтальная кора, мой мозг вытворился. Поэтому, как отключить, я наше спасибо огромное, как отключить бреда генератора через вопрос «почему?», потому что, ну, спойте, не спойте, но в педагогической технике вопрос «почему?» в мозгах всегда включают бреда генератора. Есть варианты или нет? Как в коучинговом формате задавать вопрос «почему?», ну, кто коучи, сразу вам запишите. Чтобы мозги другого были расположены к вам. Вы пригласили ученика к инфлексии, а потом уже осознанность. Коллеги, просто время идет, я тогда, ну, сама, да, если это модель, почему? И я опять держу пробуждающую методику, это ученик, это система, и я буду подходить к нему, через систему подхода к мысли, чувства, действия, с его картинами мира, через его мысли. А какой вопрос, почему? Чаще всего, ну, не чаще, если в коучинговом формате, мы создаем, задаем с тремя словами «почему это так важно тебе сейчас?» А почему в целом это важно? А почему это полезно для тебя сейчас? И вопрос, почему, со словами «полезно», «ценно», «важно» на самом деле, отключая бредогенератор, поднимая зону мотивации и ценностных ориентаций. В стандарте это называется личностные результаты. Но это бы не было бы моделью, если бы я только один вопрос задала на отключение бредогенератора. Я понимаю, мысли, чувства, «о чем это для тебя?» Но рефлексирует и дает вопрос, «почему тебе это так важно сейчас?» Что такое в твоей жизни происходит? А дальше мы рефлексировали, дальше мы это собрали, раз это модель, да, и человек, система. И я задаю следующий вопрос на осознанность ученика. Что тебе, о чем это для тебя? Что тебе это дает? И что ты с этим будешь делать? С чего начнешь, твой первый шаг? Расширили, как собрали. Расширили, как собрали. Все модели образовательные, коучинговые, которые я использую в своей практике, как пропускающие методики, они всегда построены на исследовании, расширении эксперимента и на осознанности. На исследовании эксперимента и навыки. Эксердивные и навыки. Навык, что тебя подойдет, что ты делаешь, чтобы с чего начнешь. И чем я тебя могу придерживать? Еще одна модель, очень простая модель, с которой я хотела вас познакомить, модель активная пауза. На самом деле, я тот учитель, который понимает, что всю сложную работу я отдаю тишине. А если я учитель курса? И пусть всю сложную работу за меня делает тишина. Лучше паузы, как техники вообще, активного слушания, но для меня ничего не придумал. Но я использую это как модель, когда пробуждающую методику, когда понимаете, когда мелочи миг, у которой вы с ним лезли, и честно. Поэтому модель активная пауза. Но когда ученик молчит, чаще всего у классического, традиционного учителя, и это не хорошо, не плохо, это по факту, не хватает терпения. Он говорит, ну ладно, спрошу другую рацию, спрашивай другого. И точка в журнале, так и остановлю, что этот урок не закрыт, она нечего поставит, потому что промолчал, потому что пауза. И здесь, понимаете, если это техника, вариант украины, реакция правильная, поставь отметку, либо ничего не поставь, перейди к другому. Если это модель коучинговая, пауза, она же активная. То есть пауза опять, скрыт большой-большой потенциал. Коллеги, можно мне на 4 минуты задержаться? Если нельзя, то нельзя. Напишите, пожалуйста, можно на 1 минуту? Если это активная пауза, ключевое слово не в тишине, а в активной тишине. Поэтому, если это модель, какие здесь возможны вопросы? А чем твоя пауза сейчас? Что дает тебе эта пауза? Какие мать тебе рождала твоя пауза сейчас? Какие плоды ты сейчас приходишь? С какой паузой? Ну, и так далее. И что делать будешь? С чего начнешь? И так далее. Но главное не сказать, что это плохо пауза, а найти дне активности. Пауза очень часто в мыслительный процесс, когда долго ученик думает. Не, ну, на самом деле, может вообще ничего не знать. И тогда я просто задаю фокусирующий вопрос, сколько тебе еще важно поделать, насколько еще мне важно подержать паузу. Ну, и так далее. Но если это мотель, то вот о чем ты тебя пауза и так далее. Те вопросы, которые я сказала. И так, вот в мотелях, жить очень легко. Если ты понимаешь, что в данный момент и учитель партнер, учитель кучу. И завершая свое выступление, ой, у меня что-то открывается не то, да? Ага. И завершая свое выступление, хотела бы с вами поделиться, так, это не так. Хотела бы с вами поделиться, вот таким классным инструментом учителя всегда любят оценку, оценку в ученике. А на самом деле, если мы используем коучинговый подход, коучинговый подход в оценке, тогда надо понимать, что здесь подведение итогов как количественные факторы, они носят максимальную ценность на поведение. То есть мы к количеству добавляем ценности. И наши вот эти вот диаграммы, графики приобретают какие-то смыслы. Это было в практике, в этом году на конгрессе коучей делились вот такими методиками, потому что все любят статистику, все любят диаграммы и так далее. И я буквально как-то уже в режиме нон-стопа быстренько вам вопросы продиктую, вдруг кому-то отзывается. Итак, график, работа с графиком, работа с количественными показателями. Если это коучинговый подход, Ольга Николаевна, все, я завершаю. Если это коучинговый подход, то как мы можем использовать? Ну, коллеги, тогда давайте я пропущу. Пропущу эти моменты и завершать, тогда все, я накрываю, это вам классные инструменты, как мотель. Завершаем свое выступление, хочу завершить его тем, что прозвучало на конгрессе коучей в праве. Вот недавно конгресс коучей закончился, где все бренды коучинга сегодня озвучены. И здесь главное понимать, я учитель, который пробуждает все эти мозги другого человека, который использует образовательные коучинговые модели. Я так, кто при этом. Я, то есть, в какой момент все это делаю. И поэтому, вот есть несколько подлин, и я их просто озвучу. Первое поле – гордыня. Второе поле – опыт. Следующее поле – отношения. Как-то повернуть чуть-чуть. Отношения. Ольга Николаевна, стой, я завершаю. Спасибо вам огромное. Сейчас я завершу. Отношения. И третье – это программные установки. И я только одну позицию скажу. Знаете, меня очень поразила. Гордыня. Что такое гордыня? Если я гордыня, я не учитель коуч. Гордыня – это когда я даю советы, даю рекомендации. Я знаю лучше, чем ты. И вот так все роли можно рассмотреть через разные коучинговые позиции. Вторая позиция – она коучинговая. Поэтому что вместо гордыни для меня? Это коллеги о скромности. Я очень скромный учитель. Потому что я уязвима. Я понимаю, что все в мире знать невозможно. Это право моих учеников. И вот эти позиции, они в презентации будут даны вам, уважаемые коллеги. И из последних трендов я, наверное, почему вот эти образовательные модели беру, потому что я понимаю, что основной тренд в коучинге, здесь много трендов, из Светланы Юрьевны Чумаковой вчера было приведено, что основной тренд в коучинге – это коллеги, коучить не проблема, а коучить человека. И вот еще там был кадр, ну, вы увидите про артефакты, там только папки. И поэтому, чего я вам желаю, пробуйте образовательные, коучинговые модели. Мир педагогических техник очень окромных. И будьте скромны, не живите в гордоне. Всего доброго и у-у-у-у.